Всем привет дорогие мои друзья и хорошего настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Unforgiven или Неумолимый. Так, вы помните на чем я закончил прошлую серию, за мной гналась какая-то чувырла, которая меня и в принципе прибила. Я надеюсь на этот раз мы с ней не встретимся, я скучаю по мамочке. Так, нам нужно добежать до места, где лежит наш брат под завалом, взять у него глаз, язык и принести все это на алтарь. Тихо, 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 не надо тут, блин. Теперь ты видел все своими глазами, сила, которая бушует, покоряет этот мир. Теперь ты знаешь, ты чувствуешь эту невидимую силу. Слушайте, я, ребята, если честно говоря, забыл, где у нас находится этот завал. Ключ и замок, ключ и замок. Ты можешь использовать это как ключ, я помню. Я помню, что так было однажды много лет назад. Да это все мы уже читали, так что не надо мне сейчас голову засорять и отвлекать меня. Это у нас что такое? Кузня, по-моему. Да, это кузница. Слушайте, ну, по-моему, все-таки это не здесь. Я вот бегать-то бегаю и в то же время я побаиваюсь, чтобы эта чувырла не появилась где-нибудь вновь. А определять мы будем по ее характерному смеху, ребята. Она смеется. Или курлочет, я не знаю, что она там делает. Но явно не молчит. Вот, линии электропередач, нам нужно держаться их. Так, это что там было? Не анализ, случайно? Я уже слышал это раньше, много лет назад. Что это за штуковина? Что ты несешь с собой? А несу я с собой арфу, братишка. Видимо, какая-то волшебная. Ага, вот это вроде бы телефонная будка у нас здесь. Значит, где-то уже рядом я практически в уцели. Вот он, вот он завал, ребята. Ох, сейчас будем, наверное, тут издеваться над своим погибшим братом. Щет, что ты будешь делать? Ой. Мерзко-то как? Фу, гадость какая, господи. Воу. Глаз достал у своего брата, ё-моё. Че, ты еще будешь язык вырывать ему? Да ладно тебе. Фу-ё. Не достается, да? Ага. Вот ты как сделала. Господи, мне аж хорошо, что я не кушаю сейчас. Так, ладно, мы достали с вами нужные нам ингредиенты. Это глаз, язык. И сейчас это нужно... Тихо. Ребята, где-то здесь она пробегала. Я только что видел. Я не знаю, успели ли вы увидеть. Кто не успел, может промотать маленько назад. Но где-то здесь она пробегала только что. Поверьте мне. Это был не глюк. Вот она и запела. Черт подери. Теперь мне нужно успеть к алтарю. Как можно быстрее все это положить на постамент. И смотреть, что дальше будет у нас. Нужно держаться линией электропередач. Они нас сейчас отсюда выведут. По идее, к телефонной будке. А там уже, я не помню, куда поворачивать. А по-моему, там уже и будет этот алтарь. Камень в центре. Что ты несешь? Мелодия. Клапаны. Погоди-ка, ключ. Похоже, что это ключ. Вот, ребята, мы с вами прибежали. Вот алтарь. Давайте выкладывать глаз. Так, спички. У нас что, спички здесь еще остались? Одна. Это хорошо. И язык нам нужно положить сюда. Все. Пентаграмма исчезла. А что мне теперь нужно делать? Так, интересно. Слушайте, ребята, у нас здесь с вами, помните, был причал. На котором мы должны якобы смыться. Но для этого мы должны сыграть мелодию. Так вот, я думаю, что нам нужно направляться именно туда. Только дай бог мне вспомнить, где это все дело находится. В какой локации? Блин, я туда возвращаться не хочу, ребята, обратно. Я же знаю, что она бегает именно там. И стопудово меня подловит, когда я буду уже на причале. Блин, ну, у меня, по-моему, нет выбора. Тут-то точно все я сделал, а? Ничего не загорится, не появится новенького. И вот этот мешок меня смущает. Что это за фигня вообще? Висит тут. Вот карта у нас, да? В данный момент мы находимся в башне с часами. Ни в упор, никакой башни я не вижу. Но вот сюда нам точно не нужно. Здесь мы уже были с вами. Черт, по-моему, она приближается, ребят. Она приближается, я же слышу. Ну? Где-то ныкается, как всегда, а? Ух, я не знаю, что делать. Я просто-напросто не знаю, что делать. Туда идти, она стопудово там будет. Выбора у нас нету. Блин, все равно придется. Хотя она, может быть, уже за это время оттуда ушла. Ладно, давайте возвращаться. Я знаю точно, что причал должен быть в самой первой локации у нас. Потому что, помните, мы когда там ходили, я карту разведывал. Спустился вниз, и там как раз была вот эта вот загадка. По поводу сыграть мелодию на музыкальном инструменте, чтобы приплыла лодка и забрала меня вот отсюда. С этого места. Будем надеяться, что эта ведьма, или кто она такая, я не знаю, убежала отсюда. Теперь нужно найти только именно то местечко, по которому надо спуститься к воде. Так, это у нас завал там, брат, лежит. Где-то, наверное, вот здесь. Если бы я еще хоть что-нибудь видел в этом лесу, ведь нифига же не видно. Ребят, сами видите, темень сплошная, плюс еще какой-то туман. Все, как говорится, играет против меня. Так, вот здесь, наверное, да, где-то? Блин, я что, по кругу, что ли, пробежался? А, нет, вот он дом. Кстати, да, в нем я был тогда. И вроде бы как за домом где-то. Вот она, тропиночка. Да, по-моему, так оно и есть. Или я опять ошибаюсь? Блин, куда вы меня привели? К какому-то сараю. Обрадовался раньше времени. А, нет. Все, все верно, ребята. Вот сюда нам как раз и надо. Это фигня. Все, мы уже смотрели с вами. И у нас тут... Ага, записочка. Вот в ней все было написано, да? Рагнар, сыграй нашу мелодию, чтобы доказать, что это ты. Ключ от ворот и разводного моста находится у стражника. Ну, это мы все с вами взяли. Теперь, я так понимаю, что нужно нам сыграть здесь мелодию. Давайте-ка возьмем нашу арфу. Блин, а что сыграть-то? Нет, так, ребята, дело не пойдет. Наугад это... Хе-хе-хе. Черт, это дура где-то рядом уже. Я так понимаю, нужно вот эту вот сыграть. Не желтую, а именно красную мелодию, да? По-моему, так. Вот эту. Ну-ка, нажимаем. Пускай он сам играет. Точнее, она сама. Ага, вот. Что-то происходит у нас здесь. Пентаграмма соединилась. Что такое? Оу! Что такое? Зажибись! И убежала. Ты посмотри, стерва. Блин, она меня укусила. Какая-то больная, блин. Слушайте, по-моему, на меня что-то наложили. Вот этим вот укусом. Не дай бог, еще какое-нибудь определенное время, чтобы я не превратился в одного из них, блин. Так, ага. Плотик ко мне тут подъехал. Замечательно просто. Ладно. Я надеюсь, он меня отсюда увезет. От этой дуры. Подальше куда-нибудь. Блин, ну мне не нравится, если честно, вот этот укус. Очень меня он сильно смущает. Какой-то, блин, камень преткновения. Ни одно, как говорится, так другое. Куда мы плывем, хрен его знает. А, видимо, вон туда, где свет горит, да, по ходу дела? Какое-то зарево в лесу непонятное. Такое впечатление, что там концентрация всей вот этой вот неведомой силы. Так, погоди, это что такое? Что? Что с нами происходит? Ага. Вот все-таки я был прав. Ну-ка, нафиг. Черт подери. Мы потихоньку, видимо, превращаемся. Не знаю, правда, в кого и во что. Может, в каком-нибудь дерево опять. Я хрен его знает. И знать, честно говоря, не хочу. Я хочу пройти эту игру. И увидеть хорошую концовку. Чтобы она проснулась. И это было все как страшный сон. Так, смотрите-ка. Опять эти красные грибы. И чувачок этот скрипач. Сейчас как напрыгнет на меня, нафиг. Ой-ой-ой, бедная малышка. Должно быть, это очень больно. Че ржешь-то? Ну, это ничто по сравнению с предстоящим проклятием. Я могу избавить тебя от боли. То, что ты несешь с собой, если ты сможешь отдать мне арфу... Перейди на другую сторону и отдай ее мне. Обещаю, что я избавлю тебя от любых мучений, которые уготованы тебе судьбой. На твоем месте я бы не стал раздумывать так долго. Ах ты гад. Смотрите, ребята, он здесь вполне нормальный и с ногами. Ну да, какой-то непонятный, конечно. Вроде как и человек, но в то же время и не человек. Но он обещает мне избавление от мук взамен на арфу. Че-то, честно говоря, я не особо доверяю ему в этом плане, потому что арфа мне нужна для открытия всяких тут, смотрите, дверей, ворот и так далее и тому подобное. А что у нас там впереди такое светится? Опять какие-то пентаграммы. Ну, если такового нужно будет по сюжету, то, конечно, нам придется поменяться. Мы же хотим выжить, а не сдохнуть здесь. Так, чекпоинт. Отлично, ребята. Давайте будем смотреть, что нас тут ожидает. Ну, как я уже вижу, очередные пентаграммы у нас здесь появились. Так, мост. Мост этот куда-то у нас тут ведет вниз даже. В воду зачем-то. Нет, туда мы не пойдем с вами. Эти две пентаграммы у нас неактивны. Я так понимаю, да? Надо найти ключ для них. Так, вон там я вижу, по-моему, первый. Нас ждет бездна. Нас ждет туман. Там в глубине они ждут и наблюдают за нами. Именно там ты найдешь другую сторону. Тебе придется пройти проклятые земли и прорваться сквозь тьму, чтобы оказаться на той стороне. Ага, утешил, еб, простая. Так, надо мне вот этот знак перенести туда. А для этого нужно сыграть мелодию вот эту, оранжевую. Он будет сам играть или мне самому придется? Она сыграла сама. Отлично. Все, ребята, я разобрался с этой арфой. Я понял теперь, как нужно перемещать пентаграммы в нужное нам место. Ведь она же оказалась здесь. Да, е-мое, там сидит кто-то. Все, она на месте. И, я так понимаю, еще нужна нам красная. Где-то, наверное, здесь она тоже на стене находится. Нам нужно только ее найти. Пойдемте искать. Выбор у нас невеликий. Я вот смотрю вот на эти камни. Его мелодия очаровывает. Но в последний день существования этого мира именно он будет играть эту мелодию. Это он привел их сюда. Он привел с собой тьму. Это в данный момент случайно не про скрипача, говорят ли, а? Я вот, кстати, смотрю вот на эти камни и боюсь, как бы из них не вылез. Помните, там было написано «Живые камни». Уж как-то мне очково. Так, открыточку взяли. 9 штук из 18. Слушайте, ну здесь довольно тихо. Тут у нас уже вода. Пентаграммы я пока еще почему-то не обнаружил. Я даже ума не приложу, где она здесь может находиться. Неужели нам надо идти куда-то там на мост? Куда-нибудь переходить? Да, ну, навряд ли. Где-то здесь должна быть. Но вот эта тишина, честно говоря, меня очень сильно смущает. Я боюсь этих камней. Точнее, я-то не боюсь, боится мой персонаж, за которого я играю. Ладно, давайте мы сюда еще сходим. Где мы вообще еще не были? Оттуда мы пришли, так? Так, по этому мосту мы прибыли. Или мы по этому мосту прибыли? Я что-то... Что-то я потерялся. Ага, вот сюда нам надо зайти. И вон там, кстати, недостающая пентаграмма. Прямо здесь висит. Это хорошо. Это даже очень радует, потому что далеко нам не пришлось идти. Играй мелодию. Она у нас перелетает. Все, идем к тем воротам. Будем их открывать. И проходить дальше. Надеюсь, никакое тут чудище не вылезет. И не помешает мне. А вот здесь уже нам придется по ходу дела, ребята, самим играть мелодию. Фо... Кто тут? Фо... Фо Сив? Ну, будем называть это Фо Сив. У меня других слов просто не находится. Значит так. Ф вниз. О, С. Пацифиста знак. И Ф вниз. Так, да, получается? Ф вниз ли... А, вниз. Две Ф вниз идут. Так, ладно, играем. Ф. О. С. С же потом, да? С. С. Знак пацифиста. И Ф. Вниз. Вот так. Ага. Все, значит, правильно. Мы делаем с вами. И у нас, ребята, чекпот. Да и ладно вам. Опять какие-то пентаграммы. Я, честно говоря, думал, что здесь будет такой хоррор, знаете, где мы будем просто бегать, выживать там как-то. А тут еще, блин, им пентаграммы им собирать надо. И опять же две, красная и желтая. И обе не активны, блин. И опять какая-то, я не знаю, дверь, не дверь. Ну, надеюсь, они где-то здесь у нас на стене. И хотелось бы их быстренько найти. Так, так. Молодцы, ребята. Вы знаете, как усложнить мне игру? Вон, вижу первую пентаграмму, ребят. Так, давайте быстрее к ней. Черт подери, кто здесь, блин? Кто здесь ходит, шарится? Мне страшно. О, нет, 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 нет. Только не этот чумо, блин. Он меня увидел, нет? По-моему, нет, ребят. По-моему, он меня не увидел и... И куда-то ушел. А, вон он ходит. Вон, видно, видно его. Так, он развернулся и пошел обратно. Ух, это вроде бы тот самый великан, ребята, про которого... Да хорош, еще такую музыку отсюда поставили. Так, давай, забираем эту пентаграмму нафиг, чертовы бабушки, и будем сматываться отсюда. Надеюсь, когда он заиграет, не будет? Слышно эту мелодию, блин. Ага, сыграли. Все, отлично. Я вот теперь не знаю, как нам возвращаться. По этой стороне или все-таки по той? Давайте попробуем по той. Если он ходит туда-сюда, что это маловероятно, то он должен будет пойти на нас, а мы как раз будем проходить вдоль той стены. Это не стена, вроде забор там, не знаю. Или стена все-таки. Стена, стена. Идем потихоньку, я его пока здесь не наблюдаю. Но без второй пентаграммы нам делать нечего, ребята. Она нам нужна обязательно. Вон, видите, да? Первая у нас загорелась. Теперь нам нужно найти вторую. Я просто боюсь, что этот великан, если за нами побежит, мы уже никуда не денемся. Но, по крайней мере, у нас есть с вами чекпоит. Правда, на начале игры, ну ладно. Хоть там, чем никак. И здесь, смотрите, какие-то у нас ворота. Причем большие ворота. Нам сюда явно не пройти. Ну, по крайней мере, не сейчас. Не вижу я, ребята, пентаграммы второй. Да хорош, блин. Тут свою музыку вот эту вот. Это даже музыкой-то не назовешь. Стук барабанов каких-то. И так, блин, и по себе. В горле пересохло. Они еще тут хрень врубают. Идешь, блин, на сторожей весь. Сконцентрировавшийся. Согласитесь, да, ребята, что игра графически выполнена не айс. Но вот эта вот атмосферка идиотская. Оу. Нашли. Вот она, ребят, на валуне пентаграмма. Давайте ее быстренько забирать и валить. Тихо, тихо. Я надеюсь, он далеко. Давайте-ка сыграем по-быстренькому. Эту нужна желтая. Молодцы. Мы сделали с вами дело. Куда идти-то теперь надо только, а? Надо идти. Где у нас пентаграммы? Где этот людоед хренов? Пока не видно его. Ну, рычит-то он где-то здесь рядышком. Потихоньку, потихоньку, в присядочку. Мы с вами как-нибудь и доберемся, наверное. Черт, такое ощущение, что я просто на него иду. Вообще, куда я иду-то, блин? Где у нас пентаграммы-то эти? В противоположной стороне. Мне, по идее, надо идти туда, к той стенке. Давайте вот так вот бочком пойдем. Тихо, 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 тихо. Где, где? Блин, откуда ты вылез, урод, блин? О, он меня еще и заметил, ребята. Все, по-моему, это звездец полнейший. Ой, давай, 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 беги. Беги, родная моя, беги давай. Отстал вроде, да? Или нет? Ага, конечно, отстал, блин. Бежит, падла, за мной. Нет, тут, по ходу дела, мне от него не оторваться. Тут некуда просто идти. Ну что, ну вот, будем плутать мы за камнями, за елками. Черт подери, ну бежит, а, говнюк. Опачки, он меня еще и бьет. Я думал, честно говоря, что он меня с удара завалит. Но нет. А вот здесь мы с вами должны будем сыграть вот эту мелодию. Но я не успею, потому что этот гад бежит за мной, по-моему, да? Или нет? Так, что тут у нас? Фос, блин, фо-фод. Грубо говоря, фо-фод. Давай попробуем, успеем. Нет? Черт, он где-то рядом, блин. Фо-фод. Эф-верх. Вниз. Так. Еще раз. Эф-верх. Да, е-мое. Ого. Хо-хо-хо-хо-хо. Я ему просто-напросто по пояс. Да он еще и на гишо бегает. Нафиг. Попробуем сейчас еще разочек пробежаться. Может быть, успеем оторваться от него. Спрячемся за камнями. А-а-а. Не получилось. Не получилось спрятаться. Не сработал этот фокус, ребята. Так, ладно, давайте. А здесь получится спрятаться, нет? Так, вроде оторвались, ребят. Вон он стоит. Да что ты, блин. Блин, все. Он еще и без руки, оказывается. Вы видели? У него нет руки. У этого дурай... Дуралей, блин. Нет, не получится у меня вокруг этих камней. Все. Он меня поймал, походу, дела. Ну, я еще живу, живу, бегу. Куда бежать-то только хрена узнает. Вот тупырь не отстает, а. Ну, правильно, ребят. Сравните мои шажочки, да? И его шаги. Моих пять шагов, а у него один. Сейчас я себя в тупик куда-нибудь загоню, чувствую, блин. Как в прошлой серии с этой барышней у нас получилось. Еще при этом я укушенный. Да. А что он меня хочет поймать? Я укушенный. Я уже практически свой. Я уже как, можно сказать, обращенный. Кулеш, вон, докопался до меня. Ой. Это что такое? Что случилось? Он меня бросил, ребятушки. Он меня бросил. Бежит, 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 бежит. Еще раз он мне звезнул. Я отползаю потихонечку. За деревом. Ань, да, да, да. Конечно, ничего из этого. Фу, ну и ружье, ребят. Ладно, давайте тогда переиграем с вами. Ну, вроде бы оторвался. Сейчас главное не тормозить. Так, фо-со... Фо-фот. Фо-фот. Ф-верх, Ф-вниз. Давайте побыстрее. Потому что этот гад где-то рядом. Ф, так, О, Ф-вниз. О и Д. Идет, идет, урод. Давай, дверь, быстрее. Ну? Так, тут у нас пещера какая-то. Хорошо. Я думаю, что здесь он уже не пройдет. Потому что это пещера, ребята. Да? Ой, околомон. Он ползет. Давай, быстрее, 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 блин. Тут обрыв. Хер с ним. Фух. Чекпоинт, ребята. Значит, все-таки нам нужно было прыгать в обрыв. Я думал, что перепрыгнуть надо для начала. Но, судя по тому, какие там были потолки, у нас бы этого не получилось. Ну? Что? Что затормозило-то все? Так, открыто новое достижение. Лесной рейнджер. А кто тебе давал команду тратить спичку, а? Проверить коробок. А для чего? Мы же уже это делали. Зачем нам еще раз проверять? Так, ну спичку у нас пока хватает. И причем довольно нормально. Где мы с вами оказались? Под землей где-то. Подожди, какую под землей? Вон деревья растут. Что это такое? Ага, опять эти пентаграммы. Блин, собирать здесь. Взяли арфу и теперь будем все время собирать с вами эти пентаграммы. Так, что у нас тут наверху? Это что за срань? Вот у нас первая. Причем, довольно сразу же мы ее нашли. Это только нам на руку. Давай, играй, родная, песню. Точнее, мелодию. Замечательно. Одной проблемой меньше. Ага, а вторая у нас где-то наверху. И как интересно, я должен туда добраться. Книжка, книжка. Давайте полистаем ее. Что это такое? Из целения она влюбилась в ложного бога до беспамятства. И его разрушительная сила наполнила ее душу, давая ему полный контроль над ее телом и властью, которыми он управляет. Это, кстати, тот скрипач. Посмотрите, рука с укусом. Слушайте, такое впечатление, что он все это прекрасно знал. Что так и должно было быть. Что должны были укусить. И он будет теперь полностью мной манипулировать. Так, что у нас вообще это такое? Что это за место? Папочка плачет. Папочка плачет, ясно все. А это что такое? Наказанные тише. Они могут услышать тебя. Они были заточены глубоко под землей. Их души изменили раз и навсегда. И они навсегда посвятили себя служению миру зла. Их глаза утратили свою силу во тьме. И они научились слышать шепот гор. Слушайте, это какие-то... Какие-то там новорожденные были. По крайней мере, голова была какого-то пупса. Они были изменены. Отлично. Значит, все-таки здесь будут какие-то твари. Но единственное, хотелось бы мне верить, что не сейчас. Потому что здесь, как видите, бегать абсолютно негде и некуда. Хотя, может быть, есть какие-то лазейки. Так, ну, эту мы записку читали. Там папочка плачет. У нас все с этим понятно. Какие-то ш... Что? Какие-то шахты это у нас, что ли? Папочка говорит, что скоро мы отправимся домой. Твоего папочки, походу, дела уже давным-давно нету. А это что такое? Дезир. Лакей Норн. Дезир – женский призрак, который обречен быть вечной рабыней. Они находятся под влиянием Норн, исполняя их коварные поручения и внимательное отслеживание хитросплетения человеческих судеб. Даже вот так вот. Пока я читал, тут какой-то уродец крякал где-то. Ага, записка еще одна. Очередная у нас. Я хочу выйти наружу. Если бы ты только знал, как я хочу выйти наружу. Но, походу, дела меня так просто отсюда не выпустят. Всякие дезиры, хириры. Блин, все по скандинавской мифологии у нас здесь, ребята, происходит дело. А я в ней вообще далек. Я знаю только этого. Как у нас там? Тора. Одина. По-моему, все. Асгард. Ну, дерево ингрессили, естественно. Она не сможет добраться до нас здесь? У нее ничего не получится. Спи, мой маленький друг. Сейчас ты должен спать. Ну, здравствуйте. Тут еще и младенец какой-то. Все будет хорошо. С тобой все будет в порядке. Вот я вот этого младенца-то как раз и боюсь, блин. Слушайте, это что такое? Это у нас кран, да? И он как раз держит нашу печать. Они нашли папочку. Я не мог посмотреть туда. Значит, нам нужно как-то его опустить. Ну-ка. Ага, вот управление у нас здесь. Запомни, все запасные части хранятся на складе. Но тут запоминать нечего. Так, нужно что-то сюда навоткнуть. И остальное все у нас не работает. Спички. Ну-ка, сколько? Четыре штучки. Но это хорошо. И что же я тут должен сделать? Все запчасти находятся на складе. То есть попасть на склад. Для начала нужно что-то сюда воткнуть. Какой-то, видимо, провод. Недостающий. Ёлки-палки. Вниз, что ли, сигануть? Может быть, сюда перепрыгнуть надо? Нет, я боюсь, у меня туда не получится перепрыгнуть. Я упаду просто вниз. Но механизм доисторический какой-то. Сами прекрасно видите. Хоть и электрический. Ух, где нам теперь искать, изволите, склад, а? Я надеюсь, это не тот склад, который снаружи, где мы с вами были. Потому что я туда уже не попаду. У меня такое ощущение, что что это за провод такой по земле идет? Ну-ка, дайте-ка гляну. Все хорошо. Все просто отлично. Твоя мама здесь. И здесь у нас... Что такое? Склад. Ага, склад. А теперь спи, засыпай. Мамочка, позаботься тебе. Все будет хорошо. Да что ж такое-то, а? Я смогу защитить тебя. Да где вход-то в склад, ёлки-палки? А, вот, дерево какое-то здесь. Она не сможет добраться до нас здесь. У нее ничего не получится. Опа, ребята, я не могу туда пролезть. Мне вот это дерево мешает. О, сжечь его. О, пожалуйста, остановись. Блин, смотрите, младенчика держит. Блин, эти темные силы всех тут превратили непонятно во что. Пожалуйста, не делай этого. Ребята, я уже и сделать не могу ничего. Даже поджечь, к сожалению. Смотрите, она такое ощущение, что смотрит просто на меня. У нее такие глаза страшные. О, склад. Ну, мне же нужно попасть на склад, ёлки-палки, блин. Пожалуйста, не делай этого. Да я все уже не делаю. Я хочу посмотреть, может быть, здесь где-то есть другая какая-то лазейка. Спичка потухла. Так, это, по-моему, мы все с вами читали. Здесь мы все смотрели. Ну, в любом случае, мне нужно как-то... А это что такое у нас здесь? И вот эти вот пятна меня смущают на стене. Какие-то, знаешь, как будто в полтосторонний мир. Их тут очень много. Я боюсь, как бы оттуда не начали вылазить какие-нибудь уроды в самый неподходящий момент. Это что, крышки? Точно. Ну, оттуда, я так понимаю, я пришел, верно? Там же ничего не мог обронить. Нет, здесь все пусто. Да, единственное, здесь хорошо, что предметы, которые нам нужны, они подсвечиваются. Так, какие-то банки. Но ведь кто-то здесь кряхтит. Я же слышу, это кряхтуна хренова. Это все мы уже с вами читали, здесь смотрели. Это книга. Ага, что-то новенькое. Не видели мы ее. А, нет, видели, видели. Это про наказанные Тиши. Типа, мы рядом, мы бдим. Ребят, если честно, он меня уже достал, этот кряхтун. Постоянно оно это и орет. Но я его почему-то не вижу, и он не показывается нам. Так, что здесь? Ага, рычажок не работает, потому что, видимо, нету электричества. Так, здесь больше нам ничего не дернуть, я так понимаю. Блин, я все уже здесь оббежал. И так и не пойму, куда надо здесь деться или что надо сделать. Статуя-то нас не пропускает. Здесь у нас абсолютно ничего нету. Да хорош уже. Вы заметили, как только я эти банки задел и создался огромный шум, это чмырье там завоняло, заорало. Может быть, если мы сильно пошумим, оно вылезет? Только смысл, для чего оно мне сейчас здесь, да? Когда я отсюда не могу никуда даже выбраться. Что у нас тут вообще есть? Ничего. Здесь у нас какие-то... Ох ты! А вот здесь-то я и не был, ребятушки. Вы посмотрите. Какой-то лаз. Ага, давайте-ка тогда, конечно же, просмотрим, что у нас здесь. Я надеюсь, это не жилье этого урода, который там все время стонет. И не нравятся мне вот эти вот в камнях, как я вам еще раз говорил, светящиеся пятна. Ну, тут вроде бы пока все видно. Причем довольно неплохо. Они действуют как фонари, все нам освещают. Тоннель. Значит, это получается какая-то шахта. Да, ребят, мы с вами в шахте. И здесь, скорее всего... Ну, я больше чем уверен, что будут какие-нибудь монстры. Тихо. Дайте-ка я зажгу. Я ни черта не вижу, куда идти. По-моему, надо идти мне в... Нет. Прямо у нас не получится. Там завал. Вот сюда пойдем. Сейчас только стоит кому-нибудь выпрыгнуть резко, и все. И я тут кондрашку отдам. Слишком-слишком все тут напряженно как-то. Так, тут тоже завал. Ладно, пойдем тогда сюда. Вперед. Из песни. Так, у нас тут вода, что ли? Крючи какие-то. Интересно, а мои спички не промокнут, когда я тут в воде иду? Причем сейчас у меня спичечка-то потухнет. Да ладно, тут еще и приседать надо. Хе-хе. Ой-ой-ой, что-то как-то я быстро слишком двигаюсь. Что такое было? А почему, интересно, я так иду? Вроде бы же не так узко. Совсем не нравится мне это. Совсем. Спичка потухла. Смотрите-ка, могу зажечь. Хе, прям в воде. Но в этом есть свой плюс. Мы, по крайней мере, будем с вами со светом здесь. Это у нас... Тут везде завалы. Видно, какая-то старая шахта. Все давно заброшено, завалено. Я даже не исключаю того случая, что они здесь когда-то в свое время делали какие-то раскопки и, возможно, что-то нашли. Вполне же может быть такое. И вот это вот нечто сейчас, в данный момент, и настигло вот эту деревушку, в которой мы с вами ходим. Ходим. Давайте-ка мы, наверное, вот сюда. Хотя у нас и там проход есть. Нет, давайте сбегаем сюда, посмотрим, что здесь у нас. А потом зайдем в лазейку. Вот, видите, о чем я вам и говорил. Здесь у нас спички. Сколько? Ух ты, много. Новая книжечка. Да не ты. Вот, давайте почитаем. Облако острых лезвий. Натрам. Это создание с острыми когтями и смертельно опасным клювом. Они могут быть смертельно опасными, особенно если соберутся в стаю. Вот так вот, ребята. Тут еще какие-то у нас будут птички, блин, опасные, оказывается. Вот этого мне только здесь не хватало. А здесь что такое? Медикаменты какие-то. Ну что, в принципе, здесь больше ничего нет, я так понимаю. Да, тут завалено. Прохода дальше нету. Теперь мы можем с вами спокойно идти в лазейку там пролазить. И посмотрим, что там нас ожидает. А самое опасное в этих лазейках то, что если нам придется от кого-то когда-нибудь убегать, мы слишком медленно здесь передвигаемся. Вы сами это прекрасно видите. Ой, парасетер. Зашибись, да? Вот это подкололи сейчас. И если бы у меня было бы здесь мало хп, я бы, наверное, тут и упал. Вот так вот, ребяточки, из этих вот светящихся пятен, значит, какие-то руки вылазят. Будем это знать и будем настороже. Очередная у нас какая-то здесь пещера. Так, тихо, тихо. Ну, пока здесь все видно, давайте идти спокойненько. Я надеюсь, больше здесь не будут никаких рук вылазить. Я уже как-то бачком-бачком от них. Ну, а здесь уже слишком темно. Не в моготу. Давайте зажигать спичку. И продвигаться с вами дальше. Присядем. Очередная какая-то там у нас... Не пойму даже, что это. На тоннель не похоже. Запи... Да не ты! Записка! Бобби разрешили отправиться с... С кем-то. Бобби это песик, я так понял. Хорошо. Что у нас здесь? Книга, я вижу. Ага, смотрите, агрегат какой-то. И он заработал. Мы дали, по-моему, электричество на кругу. Блин, я думал, это спички. Те, кто обитает между миров. Они наполовину живы и наполовину мертвы. Они слоняются по этому миру забвения, выбирая самые недоступные места. Они ищут то место, где невидимая грань между двумя мирами практически незаметна. Слушайте, это какие-то фантомы, видимо. Давайте возьмем спичек. Сколько штучек? Одна? Да вы издеваетесь, блин. Я не могу спать. Они смотрят на меня. Кто на тебя смотрит? И кто вообще эти бумажки оставляет, записки, картинки? Это что у нас тут за книжка? Лекарственные растения, настойки и травы. Понятно, это все мы с вами видели. Видимо, нам надо с вами возвращаться обратно. Что за книга? Лабиринты и ритуалы Скандинавии. Исторический взгляд на лабиринты и ритуалы, связанные с ними профессор Карен Аврелиус. Аврелиус. Так, а это что такое? А, это просто, просто свет. А это? Слушайте, похоже чем-то на телефон. Ну, или сигнализация какая-то, что-то в этом роде связанное. Ладно, ребят, давайте пойдем обратно. Может быть, мы с вами раздали напругу. Сможем опустить мост. Отлично. Тихо, тихо. Ёлки-ты-палки. Ну, давай только не хватало на вот этого вот упыря. Какой-то мертвец. Походу, это вот тот, про которого мы с вами сейчас в книжке-то и читали. Хорошо, он пошел туда, а не на меня, а? Так, он стоит. Слушайте, а если мы сейчас с вами попробуем потихоньку... Он же меня не видит за камнями, так ведь? Давайте вот сюда мы с вами проберемся и по-быстренькому, но тихонько попробуем пройти туда, в шахту. Я даже не знаю, видит он меня, не видит. Да и знать не хочу, если честно. Побежали, побежали, побежали. Я нихрена не вижу, боюсь зажигать свет, потому что он меня, наверное, увидит. Придется. Че такое, не понял. Ё-моё, ребята, бежим отсюда. Он, оказывается, идет за мной по пятам. Я его не вижу, блин, не показывает мне, где он там находится. Но он меня лупашит. Да давай ты быстрее, что ты идешь-то как... Ой-ё! Что такое? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Оу! Оу, щит! Вот это жесть! Оп, еще и голову свернули. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующей серии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»